Бисмиллах, альхамду лиллах, салату вассаламу аля Расулиллах. Вот и ушел от нас наш Рамадан. И мы за время Рамадана набрали высоту. Мы постились по 17 часов в день. Мы выстаивали ночные молитвы, мы читали Коран, мы помогали беднякам, набрали высоту, вознеслись над Мирским, летим. И нам нужно двигаться к Аллаху дальше. Несомненно, лететь над Мирским намного проще и легче, чем скитаться по трущобам Мирского в пути движения к Аллаху. Но как остаться на этой высоте? Ведь на этой высоте дуют ветра. И здесь летают только сильные птицы, орлы, соколы и коршуны. Здесь, на высоте, тем более после Рамадана, над нами сгустились тучи шайтаны, которые в течение месяца Рамадан сидели на цепях, сорвались с своих цепей и будут сбивать нас, и будут пытаться снова и снова вернуть к нас грехам. Ведь столько работы, столько их работы было потеряно зря во время Рамадана. Как остаться на высоте? Как не упасть? Ведь здесь, на высоте, нас ждет две большие опасности. Первая – это резко подняться вверх, возгордившись своими делами, и опалить крылья. Вторая проблема – это просто сложить крылья и упасть в грязь мирских проблем, в грязь ослушания Аллаха, Субханава Талли, больших грехов. Как остаться на высоте? Как нам лететь, расправив крылья? Я подскажу тебе один метод. Заполни свою жизнь служением этой религии, служением исламу. Помогай беднякам, строй мечети, получай исламские знания, проповедуй религию, призывай других людей. Если не можешь призывать сам, поддержи тех, которые призывают, поддержи тех, которые изучают исламские знания. Найди, заполни собой какую-то нишу в исламе, найди свое место в исламе, найди для себя работу для этой религии, ради этой религии. Устремись к Аллаху и найди себя. Аллах, Субханава Талли, поддержит тебя и поможет тебе остаться на высоте. Ведь Аллах, Субханава Талли, в Коране говорит, Их устремления будут отблагодарены Аллахом, Субханава Талли. И каждого мы поддержим дарованием от их Господа, дарованием твоего Господа. Аллах, Субханава Талли, поддержит тебя, не даст тебе упасть. И ты будешь лететь, широко расправив свои крылья, крылья надежды и страха перед Аллахом, подняв голову любви к Аллаху, Субханава Талли, лететь как птица над мирским и не снижать высоту. Поэтому не опускайся, не снижай высоту, не складывай свои крылья, продолжай читать намаз, продолжай совершать ночные намазы, продолжай читать Коран, помогать бедным, двигайся вперед, не ослабляй. Не будь как та женщина, которая прила свою пряжу, а потом распустила ее. Ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракяту.